Россия отмечает 70-летие одного из судьбоносных событий Великой Отечественной войны, Великой битвы под Москвой. В сражении, где фашистские войска потерпели первое серьезное поражение, участвовали и саратовцы. Рассказывает наш специальный корреспондент Светлана Бородич. Именно под Москвой в декабре 1941-го был развеян миф о непобедимости немецкой армии. Фашисты все наступали и наступали, добрались до самого сердца. Но 5 декабря наши войска начинают контрнаступление и оно приведет к победе под Москвой. Учебники назовут это коренным переломом. Япония и Турция раздумают воевать на стороне Германии. И, конечно, это укрепит антигитлеровскую коалицию. А Клочкове и Панфилове узнает весь мир. 28 героев-панфиловцев сумеют отбить атаку более полусотни танков. А политру Клочков скажет знаменитая «Велика Россия, а отступать некуда позади Москва». Оба наши земляки. А вот еще герои легендарных тех дней. Были страшные воздушные бои. Вот, значит, летчики некоторые не возвращались, некоторые раненые. Девчонка, помощница фельдшера, как она боялась. Рассказывает, дрожала от страха. Авианалет за налетом. Раненых десятки. Через несколько недель отметит в своем 90-летие. А вот Николай Никифорович Алёхин 90 уже отметил. Здесь при всех торжественно и в то же время душевно поздравили его с юбилеем. Как и другим участникам битвы под Москвой вручили памятную медаль. Мы не драгнем в бою за столицу свою. Нам родная Москва дорога. С чувством благодарности, особой благодарности, потому что понимаем, чем дальше история уходит, тем дороже становятся эти праздники. Сегодня у нас в области проживают всего 80 участников обороны Москвы. Если отстаивали Москву 70 лет назад, 78 тысяч. Они, конечно, не молодеют, и их все меньше, но, наверное, такие дни чуточку продлевают в жизни. Когда видят, что помнят, уважают и гордятся. Когда слышат любимые песни. Когда знают, не просто Москву отстояли, мир спасли от фашизма 70 лет назад. Светлана Бородич, Олег Захаровский, Ярослав Критко, Вести, Саратов.